Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем разбирать учебник Starlight за 7 класс, модуль 3 под буковкой B, который называется Extreme Outdoors, экстребальное занятие на открытом воздухе. И мы с вами переходим к первому заданию на vocabulary, словарный запас. Оно звучит так. Match each activity with equipment. Соедините каждое занятие с оборудованием. Listen and check, then say. Послушайте и проверьте, а затем скажите. И пример. Да, ребята, пример. You need an inflatable armchair and flippers to go river bugging. Тебе нужно надувное кресло и ласты, чтобы пойти на, как бы, спуск, я так понимаю, по горной реке, river bugging. Далее, ребята, второе. A Chinese frying pan, a helmet and a ladders. Итак, ребята, это у нас под буковкой A. Смотрим. Это walk racing, да? То есть китайский walk. Далее, helmet – это шлем. И ковш. You need a... То есть всегда мы начинаем предложение со слов you need. You need a Chinese frying pan, a helmet and ladders to go walk racing. Далее. An ironing board and an iron. И, ребята, это у нас буковка H. Кстати, где она у нас? Давайте посмотрим. H – extreme ironing. Но экстремальное глажение. Да? То есть ironing board – это гладильная доска. И an iron – это утюг. То есть you need an ironing board and an iron to do an extreme... To do extreme ironing. Далее, ребята. An ice axe and boots with metal spikes. Ice axe – это топор для льда. Бутс – специальные сапоги. И metal spikes – металлические шипы. Да? И, ребята, это у нас ответ под буковкой F. Давайте найдем его. Так, явно не тут. Да. Ice climbing. То есть ледолазание. Взбирание по льду. То есть вы также начало предложения строите, как и в примере. You need an ice axe and boots with metal spikes to go... А далее добавляйте. To go ice climbing. Далее, ребята. Следующее. A four-wheeled motorbike and a helmet. И, ребята, это очевидно D. Четырехколесный мотоцикл и шлем. Это quad racing. You need a four-wheeled motorbike and a helmet to go quad racing. Далее. Шестое. A board and protective clothing. Доску и защитную одежду. И, ребята, это у нас C. Volcano surfing. You need a board and protective clothing to go volcano surfing. Так, volcano surfing. Да, то есть вам нужна доска и защитная одежда, чтобы заниматься вулканическим серфингом. Далее. A surfboard connected to a kite. То есть доска для серфа, соединенная с воздушным змеем. Ребята, это у нас G. Давайте посмотрим, это kite surfing. Kite surfing, да, так и переводится. То есть you need a surfboard connected to a kite. To go kite surfing. Или to do kite surfing. Далее. An elastic rope. Эластичная веревка. Это, конечно, bungee jumping. То есть когда вы прыгаете с веревкой вниз. Ну, не обязательно вниз. Также с одного конца, например, с одного здания на другое на веревке вы прыгаете. Это тоже bungee jumping. Да? Да, что-то прихватившись. То есть you need an elastic rope to do. Или to go. Bungee jumping. Итак, ребята. Ну, лучше, конечно же, в последних, в седьмом и восьмом употреблять to go. Итак, ребята, теперь перейдем ко второму заданию. На чтение. Reading. Look at the text. What do you know about these three activities? How can you go faster when doing each one? Read to find out. Посмотрите на текст. Что вы знаете об этих трех занятиях? Как вам разогнаться быстрее, когда вы занимаетесь каждым из них? Прочитайте и выучите. Ребята, и сразу мы перейдем к заданию под буковкой B, чтобы по ходу текста весь текст у нас был полный. То есть прочитайте текст и для каждого пропуска с первого по шестой выберите слово, которое подходит лучше всего. Итак, ребята. Volcano surfing. Вулканический серфинг. If you want to try this new craze, you'll have to... Так, ребята, первое мы вставим под буковкой B. You'll have to travel. You'll have to travel to Nicaragua, Nicaragua's Sierra Negro volcano. Итак, если вы хотите попробовать это новое сумасшествие, вам придется поехать путешествовать на вулкан Sierra Negro в Никарагу. Когда этот активный вулкан извергается, он выбрасывает наружу как бы пепел, который прекрасно подходит для серфа. То есть второе, ребята, вставлять это под буковкой D – это form. Далее. Hike for 45 minutes to the top of the mountain, walk around inside the smoking volcano, then put on some protective clothing and fly down the slope at 50 kilometers per hour. If you sit down on your board, you'll go even faster. Итак, взберитесь в течение 45 минут на вершину горы, прогуляйтесь вокруг, как бы внутри дымящегося вулкана, оденьте защитную одежду и полетите вниз по склону со скоростью 50 км в час. Если вы сядете на доску, вы даже поедете быстрее. Далее, ребята, walk racing, то есть гонки на вуке. Imagine, spitting down an icy track at 60 kilometers per hour in a Chinese frying pan, walk racing started as a joke on German TV, but it soon became very popular. And now, ребята, третье будем вставлять буковку D. There is a world championship every year. Итак, вообразите, что вы едете с большой скоростью вниз, то есть спиррен, набирая скорость вниз по ледяному треку со скоростью 60 км в час на китайском вуке. Гонки с вуком, по вуку, начались как в качестве шутки на немецком телевидении, но скоро стали очень популярны, и сейчас, то есть мы вставили there, да, слово there is, то есть существует мировой чемпионат каждый день, извините, каждый год. For protection, competitors wear a special suit and helmet, and they also put ladles on their feet. Для защиты, то есть те, кто принимает участие в соревнованиях, competitors, носят специальный костюм и шлем, и они также кладут ковши на свои ступни. So, how do you... И, ребята, четвертую мы вставляем буковку A, то есть win. So, how do you win? Итак, как же ты выигрываешь? Каким способом? Well, here is a hard tip. If you warm the bottom of your wok before competing, it melts the ice and you go faster. Итак, вот маленький, как бы, очень нужный, нужная подсказка. Если вы нагреете дно в око перед тем, как перед соревнованием, это растопит лёд, и вы будете ехать быстрее. Далее, ребята, третье. River bugging, то есть спускание, спуск по горной реке. Вы можете в нём сидеть, но вы никогда и не отдохнёте в этом надувном кресле. A river bug speeds you along a river and down rapids. Итак, ребята, A river bug speeds you along a river and down rapids. То есть речной bug прокатит вас вдоль реки и спустит к речным порогам. If you're... Пятое, ребята, мы вставляем букву D, want. If you want to control it well, you'll need webbed gloves and short flippers. Ребята, по-моему, всё-таки называется вот эта вот штука, на которой катится bug. Надеюсь, я права. Итак, если want, если вы хотите контролировать его, то вам нужна пара перепончатых перчаток и короткие ласты. Go backwards to go faster. Едьте задом наперёд, чтобы ехать быстрее. The only problem is that you can't see... Ребята, шестой буковкой A. What? What is coming if you go backwards? Единственная проблема в том, что вы не можете видеть, что впереди, когда вы едете задом наперёд. Watch out for that rock. То есть, будьте внимательны... Или осторожней, там, камень. Итак, ребята, давайте ещё раз повторим все вопросы, которые... ответы. То есть, первое это было B, to travel. Далее. Второе это было D, for. Третье было D, there. Четвёртое у нас было A, win. Пятое у нас было D, want. И шестое было у нас, ребята, A, what. Так, задание мы выполнили. И давайте теперь перейдём к упражнению третьему. Так, ребята, давайте попробуем вставить слова. When did the volcano last? И вставляем erupt. Когда последний раз вулкан извергался. Erupt. Второе. Never go volcano surfing without wearing protective clothes. То есть, вставляем clothing. Извините, ребята, clothing, да? Никогда не занимайтесь вулканическим серфингом, не надев на себя защитную одежду. Далее. Третье. Ребята, третье будем вставлять slopes. The slopes of the mountain are very steep. Склоны горы очень крутые. Четвёртое. He went down the icy track at 80 km per hour. Он ехал вниз по ледяному склону со скоростью 80 км в час. Далее. Пятым. 10 teams of 10 people each will compete in the tournament. Итак, 10 команд по 10 человек. Каждый будет соревноваться в турнире. Шестое. They spread salt on the road to melt the ice. Они посыпали соль на дороге или посыпают соль на дороге, чтобы растаял лёд. Седьмое. The river offers beautiful scenery and challenging rapids to those who seek adventure. Река предлагает красивые пейзажи и трудные пороги для тех, кто ищет приключения. Восьмое, ребята. They tried to control the canoe, but it tipped over and they fell into the water. Они пытались контролировать своё каноэ, но оно споткнулось, точнее перевернулось, и они упали в воду. А теперь мы с вами переходим к грамматическим правилам, грамматики. И сегодня мы с вами будем изучать условные предложения. То есть в этом уроке вам даны условные предложения первого, нулевого и первого типов. Итак, давайте выполним задание четвёртое. Прочитайте примеры и ответьте на вопрос, как мы формируем условные предложения нулевого и первого типов. Посмотрите. If ice gets hot, it melts. Если лёд нагревается, он тает. То есть это закон природы, это условное предложение нулевого типа. И в первой и во второй части предложения идёт настоящее время. После if – настоящее время. Если мы поедем, посетим Никарагуа, мы пойдём, то есть мы займёмся сёрфингом. Это первый тип условного предложения, то есть возможные будущие события. При этом во второй части предложения мы видим будущее время – we will go, а в первой части предложения – настоящее время. После if – так как после if всегда в данном случае мы будем употреблять настоящее время в первом типе условных предложений, и это надо запомнить. Итак, if you like extreme sports, try quad racing. Если тебе нравится экстремальный спорт, попробуй гонки на квадроциклах. То есть, ребята, когда мы говорим о том, что наверняка может случиться в будущем, или даём совет, как в данном случае, то мы употребляем условные предложения первого типа, и в обоих частях предложения стоит настоящее время. И далее – unless I train, I lose the game. До тех пор, пока я не буду тренироваться, я проиграю игру. То есть, если я не буду этого делать, то я наверняка проиграю игру. После unless – так же, как и после if – стоит настоящее время, во второй части предложения – будущее время. То есть, это то, что наверняка может случиться в будущем. Итак, ребята, а мы с вами переходим к пятому упражнению. Напишите условные предложения нулевого типа, используя фразы. И пример. If you fall into a river, you get wet. Если ты упадёшь в реку, ты станешь сырым. Давайте посмотрим, как это надо было сделать. Итак, ребята, давайте посмотрим на то, как нужно было сделать данное предложение. If you do a river bugging backwards, you go faster. Если ты спускаешься вниз по реке задом наперёд, то ты поедешь быстрее. Третье. If I exercise, I feel better. Если я тренируюсь, я чувствую себя лучше. То есть, ребята, это законы природы, поэтому мы и в том, и в другом. В первой и второй части предложения ставим настоящее время. Это нулевой тип условного предложения. Четвёртое. If you put an inflatable object in water, it floats. То есть, если ты положишь надувной объект в воду, он будет трейфовать на воде, плавать. Пятое. If you heat water, it boils. Если ты нагреваешь воду, она закипает. Шестое. If we go out on a hot day without sunscreen, we get sunburned. Если мы пойдём на улицу в жаркий день без солнечного крема, мы загорим. Итак, ребята, это всё, что касается пятого предложения, упражнения, и мы с вами переходим к шестому. Итак, ребята, переходим к шестому заданию. Complete the conditional type 1 sentences with the correct form of the verbs in brackets. Заполните условные предложения первого типа правильной формой глаголов в скобках. Ребята, давайте посмотрим. Я уже за вас всё это сделала и попробуем разобраться. Итак, if you don't wear protective clothing when walk racing, you will get hurt. То есть, если ты не будешь, как бы не оденешь защитную одежду, когда ты занимаешься walk racing, то ты можешь что-то поранить, ошибиться и так далее. То есть, в первой части предложения после if – отрицание – настоящее время, и во второй части – будущее время – will. Далее. Unless you like getting wet, you won't enjoy river bugging. То есть, до сих пор, пока тебе не понравится мокнуть, ты не будешь наслаждаться спуском по реке. То есть, после unless – настоящее время, и отрицательная форма будущего времени, то есть, будущее время – отрицание во второй части предложения. Далее. You'll have better control of your river bug if you use webbed gloves and flippers. Ты будешь лучше контролировать свой речной баг, или как это называется, этот прибор, да, если ты будешь использовать перчатки с перепонками и сланцы. Четвертое. То есть, то же самое. После if или unless мы используем настоящее время в первом типе условных предложений. Четвертое. Unless you wear boots with spikes, you won't be able to go ice climbing. То есть, до сих пор, пока ты не носишь сапоги с шипами, ты не будешь способен пойти заниматься ледолазанием, лазанием по льду. Да? Пятое. You should not try river bugging unless he knows how to swim. Ему не следует заниматься спуском по реке, пробовать спуск по реке, пока он не знает, как плавать. Ребята, а между тем мы с вами переходим к седьмому упражнению. Put the verbs in brackets into the correct tense. What conditional type is each sentence? Поставьте глаголы в скобках в правильное время. Какой вид условного предложения, условия каждое предложение? Ребята, я вам написала варианты, я их давайте попробую вставить сразу. Вот здесь все видно, да? Давайте разберем. Итак, when the temperature drops. Первое, третье лицо, единственное число. Не забываем прибавлять в окончание S. Drops below zero. Water turns to ice. Когда температура падает ниже нуля, вода превращается в лед. Это нулевой тип условного предложения, это закон природы. Второе. If you like extreme sports, you will love ice climbing. Если тебе нравится экстремальный спорт, ты полюбишь ледолазанье. То есть, если в первой части предложения у нас настоящее время, то во второй части мы говорим в будущем времени will love. Это первый тип условного предложения. Далее, третье. Unless he trains, he won't be able to go ice climbing. Это первый тип условного предложения. До сих пор, пока он тренируется, он не сможет поехать на ледолазанье, пойти. После unless в настоящее время. Четвертое. They always put on sunscreen when they go. Смотрите. Volcano surfing. Они всегда пользуются солнцезащитным кремом, когда они занимаются вулканическим серфингом. Далее. If you, пятым. If you don't have a four-wheeled motorbike, you can't go quad racing. То есть, если у тебя нет мотоцикла, ты не можешь поехать. То есть, если у тебя нет четырехколесного мотоцикла, ты не можешь заниматься квадрейсингом. То есть, гонках на квадроциклах. Далее, ребята. То есть, пятое – это нулевой тип условного предложения, то есть, это как бы закон природы, да? Так сказать, всеобщая правда, common truth. Далее. Шестое. When iron gets wet, it rusts. Когда утюг намокает, он рожавеет. И это нулевой тип условного предложения. Так, ребята. И, то есть, еще раз. Первое предложение – это нулевой тип. Второе – это первый тип. Третье – это первый тип. Четвертое – это нулевой тип. Пятое. Так, почему-то четвертое я не написала. Тут ноль. Давайте я напишу. Да, нулевой тип. Да. Пятое. Пятое и шестое – это тоже нулевой тип условных предложений. Итак, ребята, а теперь перейдем с вами к восьмому заданию. Complete the sentences. Заполните предложение. Ок. И, ребята, посмотрите, какие примерно предложения вы могли бы составить. Смотрим. Unless I watch TV, I won't do my homework. Пока я смотрю телевизор, до тех пор, пока я смотрю телевизор, я не сделаю свою домашнюю работу. Второе. If the weather gets cold, I will stay at home. Если погода станет холодной, я останусь дома. Третье. If I study late in the evening, I'll get tired. Если я учусь допоздна вечером, я устаю. Четвертое. Unless my friends arrive in time, we will be late for the party. Пока мои друзья не приедут вовремя, мы опоздаем на вечеринку. То есть, если они не приедут, то мы опоздаем. Пятое. Snow melts when it gets hot. Снег тает, когда он нагревается. Итак, ребята, это что касалось восьмого задания. И переходим к девятому упражнению. Speaking and writing. Подумайте. Listen and read the text on page 46 again. Compare and contrast the three spots. In five minutes write a few sentences. Tell the class. Итак, послушайте снова текст на страничке 46. Сравните и проведите контраст между тремя видами спорта. Через пять минут напишите несколько предложений и скажите их класс. То есть, ребята, и когда вы хотите сравнить эти виды спорта, вы можете начать примерно так, а уже дальше додумайте, пожалуйста, сами. Например, То есть, это три экстремальных спорта. И перечисляем их. They are very unusual and to do them you need protective clothes. Они очень необычные, чтобы им заниматься, тебе нужно защитную одежду. Walk racing and river bugging are water sports. Walk racing и спуск по реке – это водные спорты. Далее, ребята, ну, какие-то, если вам еще придут мысли, вы можете их вписать и вы можете сказать. Например, I'd like to try. Я хочу, например, попробовать all of them. All of them. It is very exciting. То есть, это очень захватывающе. Итак, ребята, это все, что касается модуля третьего под буковкой B. Не забудьте подписаться, чтобы не потеряться, ничего не пропустить. Если мое видео вам помогло, обязательно поставьте в ответ лайк. Всем спасибо. Вам, ребята, счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok .